ну да видно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против то слушаю вот если немножко кратко себе рассказать меня зовут игорь я из ленинградской области мне 16 лет вот и благодаря брату владимиру я смог заказать у вас книги то есть замечательные книжки и мы вот у нас есть собрание то есть библейские беседы то есть беседы по библии у нас они обычно проводится четверг то есть в центре атриум и как раз вот недавно мне пришли эти книги и на этих беседах мы занимались по библии и я как раз принес новый завет толкование фефилакта и вашим толкованием то есть мы изучали как раз библию высказывали свою точку зрения но как мы понимаем потом уже сверялись с толкованием ложеного фефилакта и вот мне удалось засчитать конкретно толкование то есть вот ваши книжки то есть и я конкретно заказал книгу открытым оком под номером 4 то есть называется ответы на вопросы как беседовать с различными людьми занятия проповеди то есть такая вот книжка замечательная то есть я думаю мне она очень сильно поможет вот и заказал еще книгу вот такую книгу открытым оком 2 том то есть ответы на вопросы потом против сектантские материалы и проповеди также заказал книжку такую замечательную кистину православию и такое чудо произошло что вот мы занимались в этих занятиях в четверг и к нам чудесным образом пришли баптисты то есть два парня молодых человека одному 16 лет а другому 19 то есть мы сначала привели с собой занятие по изучению библии и просто пообсуждали потом они рассказали о том что они баптисты о том что вот у них проводятся такие же собрания и я была как бы мы обрадовались что так вот неожиданно пришли люди конкретно в этот день то есть у них проводится собрание у себя своих там каких-то общинах и они не послушався ну не сказав никому что они пойдут вот по славным они все-таки пришли и мы разговаривали там по священному писанию и конкретно у них а у них было несколько вопросов по славе то есть они его никак не отвергают то есть они на с нами даже не спорили то есть такие вот можно сказать секранты они не спорили вообще ни с чем то есть ни с какими доводами и вот конкретно у них было несколько вопросов то есть первый вопрос у баптиста был почему то есть церковь слилась с государством то есть они верят то что это не есть хорошо что когда церковь присоединяется государству вероучение изменяется и в общем у этого баптиста парня 19 лет у него был вопрос почему православие то есть христианство первых веков или но уже 3 4 почему она слилась с государством то есть как так произошло и этих людей это настораживало то есть первый вопрос именно был про государство и церковь я не знал как к сожалению ответить потому что у меня я не я не слышал толкования и объяснение почему так произошло но они считают что это неправильно то есть второй вопрос у них был об иконопочитании то есть они не думали что это идолы но им было интересно то есть почему так происходит и третий вопрос у них был про убранство православной церкви то есть почему она такой пышная то есть мы же знаем что вот сектанты у них обычные дома то есть обычные каменные белые постройки и то есть ну почти ничего лишнего нет четвертый вопрос был тоже наверное относится к третьему к убранству только вопрос свечей зачем они вообще нужны вот вот такие вот вопросы сложились у баптистов то есть молодых людей и им хотелось бы вот как-то на основе библии он основе чисто священного писания объяснить почему вот именно вот государство а точнее церковь слилась государством места и библии про иконы и почему вот православие такое пышное убранство то есть их три вопроса вот нас ну немножко настораживает но они никак не ни с чем не спорят то есть удивительно такие люди попались вот я хотел бы вас спросить почему вот церковь слилась государством можно так сказать и хорошо ли это но вы же что-то ответили по поводу икон я ответил то что икон это абсолютно библейская икон они абсолютно согласуется с библией но времени к сожалению на тот момент не было привести стихи из писания по поводу икон но у нас планируется следующая встреча скоро и конкретно хотелось бы вот узнать у вас игнать тихонович места писания конкретно по этим темам то есть про иконы я сказал что это абсолютно они абсолютно сверны с библией что этом ничего такого нет про свечи я сказал что просто свечи это как бы можно сказать дань традиции такая что свечей вообще может храм и не быть то есть они сейчас абсолютно не нужны ответил что вот первые христиане так как находились катакомбах и прятались каких-то домах у них они зажигали свечи что просто чтобы освещать помещение вот а ответа почему церковь слилась с государством можно так сказать у меня нет я мне самому интересно узнать относительно икон вы подготовьтесь второй том открытым оком там подробно говорится вы найдете там по оглавлению посмотрите и увидите там подробно подробно когда возникло этот то есть более подробного нет материала все там когда языки появились и когда изображение бог повелел сделать что говорили об этом святые отцы хотя их это баптистам то это и не добьешься они на себя полагаются на свой разум вот первое государство какое государство государство государству разница да что значит слиться что они имеют ввиду слиться мы ходим на работу на государственную работу государственная школа как мы слились пришли в школу мы должны быть там свидетелями детей надо приучить так если они там учат тому что не нужно нужно учить дома для экзамена отдельно сдавать многие так делают сейчас в городах на работу ну а как по-другому государством скажешь а я не подчиняюсь ну почему и где надо разумно делать скажешь а я не хочу паспорт получать начать неприятности будут вот время переводит один час вперед весной осенью а я не буду на что опаздывать будешь все туда доказывать государство установила порядок такой допустим государственный закон раньше 7 чтобы ты молотком не стучал люди спят а я не буду подчиняться дальше молотком тебе по голове будет стучать что тут говорит то то есть государство определенным норму устанавливают тот человеку ребенок подойдет дайте водку ему не продадут потому что до 18 летом то есть мы по порядку будем перебрать в университете там техникум как так я не пойду в армию какой вопрос почему не пойдешь вот у нас идут в армию на чтобы присягу не принимать и альтернативное основание что если вам нужен я вам скину какое заявление надо написать заранее пока еще не призвали во первых у нас запрещена присяга потом мы себя в армии будут они заряжающим окопы врыть могу снаряды подавать не могу я могу ухаживать за больными на минном поле вытаскивать раненых это я должен делать а это я не могу написано любите врагов ваших им надо объяснить если вам это нужен материал как чтобы для до призывника что военкомат отдать только надо раньше за полгода хотя бы вас в армии могут вообще не взять никак никак но и вы не повинны не уклоняетесь не одни откосили как говорят так что они имеют в виду некоторые сейчас боятся вот электронная карточка там и на нн ему поставят на лоб то другое у тебя родственники за рубежом ты никак не выйдешь пока не получишь заграничный паспорт а там снимать сейчас радужную оболочку тебя надо в англию допустим ну мы проезжали многое получали знаем а я не хочу не сиди дома туда закройся и сиди есть такие которые не признают электричество она оттуда идет и компьютеры не признают не говоря про интернет как слились что ваша радость и нашей радости как сергий сказал митрополит строгородский то это никуда не годится не участвуйте бесплодных делах тьмы но и обличайте а это говорят баптисты они точно также были призваны в армию также шли и дали какое помещение оформить как это надо дом строишься если ты землю не выкупишь тебе нельзя построить понимаете жкх назначает какие но нормы платить сколько тебе ты будешь платить а я не подчиняюсь то что выйдет дом потерял надо же разумно делать государство издает деньги а я не признаю эти деньги там нарисован ленин или кто-то ну значит вообще не купишь не продашь мы за даже узнать в чем в их действиях если они направлены против того что говорил христос вот допустим сейчас закон яровой нигде нельзя проповедовать пока у тебя не будет справка что ты там закончил будешь говорить прямо мы узнали мы на следующий день уже все выдали справки своим сразу 22 человек у нас получили а другой начинает а зачем мне это нужно пошел и милиция сразу захватила ты знаешь знаешь штраф 700 тысяч рублей и все вся община пурхается теперь вам надо это а нас не трогают а почему мы увидели они мне ни к чему не обязывают конкретно в этот документ мы зарегистрировались община зарегистрирована регистрация не ставить никаких условий они просто смотрят чтобы соответствовало по гигиене там пожарной безопасности то есть я не могу сказать что-то во вред мне идет поэтому мы имеем регистрацию на одной стороне листа регистрация на другой выдана справка что она означает то другое все никаких к нам претензий нету поэтому говорить слияние допустим патриар с президентом где-то что именно что президент дал указание отпустили средства и монастырь восстановили сретенский да какое-то слияние то никакого слияния тут и нету нам нужно конкретно показать по частям пусть они напишут в чем мы слились и вот я никогда не сливался это у меня и не было говорили нельзя пропадать мы проповедовали нельзя собираться мы собирались я отбыл на срок и тюрьмы и мне благословил господь так что первый вопрос он должен конкретизироваться конкретно в чем они обвиняют а если обвиняют то выдай сучок говорит сначала говорит бревной своего глаза сучок увидишь как точно так же они были завербованы баптисты и отвечали и и все там было это уже теперь никакого секрета там нету александр неже писатель он все это с архивами кгб работал сарабрятцев а почему них нет еще больше было и называет когда был митрополит что говорил какие документы подписал государство думает себя сохранить это времена деки 249 год было церковь обмерщилась живут по-мирски и вдруг император деки пришел ударил только пыль пошла церковь сразу обновилась в течение трех лет полностью обновилась из церковь то гонение отнимать начали все его вот мятеж и его убили 251 году снова вернулась назад так что по первому вопросу по второму что касается икона почитания второй том открытым оком вы зеленого света в конце там оглавление вы найдете все и о священстве и от церкви и обо всем а про проповеди там что это к истину православия который я 40 лет собирал материала на него так третья свечи свечи что дают и отец димитрий дудку этот смирнов говорит об этом что они нам дают говорит копоть на иконы и теперь люди которые там ощущает получают деньги ничего не нам не дают то но действительно традиция так гласит что надо то были много светильников апостол павел когда проповедовал мой тогда не было электричество то но так это все идет действительно вы правильно ответили да можем без вещей до дома я никогда не зажигаю свечи есть вот но в храме там определенный порядок существует в храме все по-другому у меня здесь икона в одном углу а у нас там везде по стена между стенами надписи священного писания то храм поэтому по-другому там всего вот и без ответ ничего тут такого нет вопрос не провокационный нормальный и нормально просто ему ответить что там еще спрашивали так еще а я хотел бы спросить вот меня очень сильно волнует этот вопрос вопрос того почему у нас вообще на самом деле и в россии и скорее всего во всем мире вера как бы есть она абсолютно не евангельская почему так произошло когда ведь апостолы когда были апостолы уже вот все вот вот это начиналось все эти бабьи басни но почему наша церковь она может сказать не в ангельской настоящих христиан они очень мало ну это правильно вопрос тоже хороший ну что не евангельская потому что отступили от этого привезли на из греции это богослужение ящики или как там сундуки с ладаном пошли копать пещеры господь готовите по всему миру проповедуйте но меня это не касается это внутри церковная они так понимают на меня нисколько не действует да не евангелие не по евангелию делают да дети священника были комсомольцами даже попы были кресты снимали и в галстуках ходят и бритые это поприще заросло все терновником нам есть где приложить свои силы меня это не да я недоволен внутри но церковь установила посты и их соблюдаю так и давайте по евангелию евангелием не закончилась путь начинается только евангелие это начало положено иначе нам придется как сектантам все как они отбросили 17 столетий а мы никого не судим 17 столетий осудили и златоусов всех святых мучеников а их там 475 тысяч все отбросили теперь смотри какие книгу у них жены бакмелдеры каревы каких только нету спроси что сказал василий великий ефремсерин они ничего этого не знают они сироты как вот есть такая книга питер гилквист вот это в америке там две тысячи человек сектантов они обратились православие они назначили собрались там сколько там братьев 10 игр давайте мы увидим что-то у нас совсем горит не то идет ты будешь заниматься почему божьей матери поклоняются почему ангелом молятся же по иконам по литургии каждому через год сойдемся ну и начали до самого конца копать когда это было что вернулись и говорят да кому никакие не христиане и они приняли две тысячи человек сразу сейчас книга есть такая фотографии фильм там поставили питер гилквист возвращение домой вот в новосибирской в иркутской области уже шесть священнослужителей православия которые пришли от баптистов от сектантов от разных господь им открыл там зыря на по все это показано не это не надо даже ничего говорить при придумывать и люди возвращаясь они как будто первый раз горит воздух вздохнули там то не надо то не надо эти они ни на кого не смотрят сектант они говорят почему мы один вопрос зададим им скажите что такое церковь вот они отвечают люди обращенные ко христу верующие правильным и это все понимаете вот это кургузы обрезаны скажите а зачем 11 книг из библии выкинули конкретно собрались баптисты молодежь вот как вы я спрашиваю скажите сколько евангелий четыре называют мафея марка лукьяна а было 20 а остальные куда делись они не знают ничего а это канон соборный восемьдесят пятое правило церковь установила и не каноническими книгами златоуст на них проповеди говорит так а вот на русском переводе синодальной что они не могут ничего ответить они очень необразованные а это кто перевел мы называем там герасим петрович папски хвольстом там данил абрамович перевели вы пользуйтесь нашим трудом православие выделила лживое отбросило евангелие теперь переводчики православные вы любите библию но будьте благодарны для них это открытие и далее вот они начинают что там свое говорит скажите откуда вы это взяли мы их спрашиваем откуда смотришь опять православное вы говорите о троице слова троица нет в библии почему в троицу верите вы ждали это православное православие 70-летие по положила на то чтобы утвердить учение о троице баптисты они самые близких православия от них уже вышли адвентисты седьмого дня те имея эти все заблуждения баптистки еще добавили своих суббота вместо воскресенья души нет у человека нет человека чем человек от таракана отличается вот тогда так что им хвалиться нет у них нет священства и они не церковь секта это самое главное у нас что у нас есть епископат по рукоположению непрерывно идет от апостольских времен благодать это восьмая глава деяния апостолов поясняет к титу 1 5 это все в теме освященства вы найдете это и в этом во втором томе и к истинному православию там освященстве вы там найдете много от церкви все остальное это все отвечено так что спокойно не торопясь а вот так вот призовите их когда вы здесь чтобы они задали вопрос при вас с вами я вам написал сколько когда можно будет и пожалуйста вот у нас занятия идут по скайпу противосектантские вот эти будут идти завтра у нас в 6 вечера вот это наше обращение до слава христу это визитка как бы тут все это вы от нас получили да надо всегда ложить володя ты всегда кладешь эти визитки наши всегда лыжут вот слава христу покажись а то он на почту то ходит вот это работает теряет время там очередях сюда поближе особенно было вот так так еще что там еще хотел у меня появился вопрос сейчас вообще сколько глав библии надо читать в день то есть очень важно потому что обязательно каждый день и и либо это зависит от человека от человека у меня уходило пять шесть семь по десяти часов когда я обратился это было несколько лет я ее не мог выпустить из рук я говорю однажды чтобы никто не мешал я в субботу работал в латвии и ушел там в лес и там такой распадок вниз я до самого вечера было потом еще и пойду туда обратно я залез на березу гнездо свил там в гнезде обнял березу и там ночевал утром глаза открыл туман рядом где-то у меня библии ничего больше нету это любовь приятно это все вспомнить мне уже было 23 года я впервые получил а теперь я каждый день когда работаю поисковик есть все время надо в эпигром взять какой-то раз знаешь достаточно один стих прочитай я узнаю что предыдущие последующие вот так так сами себя определите но что ежедневно мы должны считать у нас вот евангелие в церкви выносят смотрите как торжественно а все застегнуто ничего не считается вот еще хотел сказать немножко добавить когда у нас проводились библейские занятия занятия по библии тогда когда эти пришли баптиста по знанию можно сказать по знанию парень был 19 лет один он происходил можно сказать всех православных ну то есть знание библии у них лучше а вот когда дело дошло до толкования баптист ну почти ничего не знал можно сказать да хочу тогда лучше знают они ничего не не знают притом любой любое место писания откроем не говоря об откровении у них нет знания так поверхностное что-то у наверно у нас сокровище 12 томов и она златоуста блаженный афилакт вы видели как оформлена книга трехтомник сколько потратили мы времени то чтобы гравюры сделать так все это раз расположить ну вот если у господь благословит на ней пожелает то вот выберите время как я там вам написал но это это не касается воскресного дня на воскресенье вот по нашему что получается 433 мы уже свободно но с одиннадцати по вашему по москве по москве в одиннадцать с одиннадцати воскресенье потому что у нас там после богослужения собрание занятий а вечером уже по москве получается в два часа дня у вас у нас шесть два два часа дня просто выйдите я вам скину на кого выйти да и вы прямо вы будете участвовать наших беседах по скайпу сейчас мы как раз воскресенье то есть послезавтра будет у нас противо сектантская тема идет такая как раз мы начали сейчас сразу со священства два урока всего прошло и будет очень полезно пригласите их а я вам материала эти в интернетной версии скину прямо то что здесь в книге есть да и вот как кончим говорить я кое-что вам тут при подкину приходить занятия еще вопрос вот у нас к сожалению послали много таких верующих морской номинальный то есть как бы вроде бы и крестившихся может быть что-то знающих о боге ну самую малость как их привести к иисусу христу то есть что что им сказать вот вот я и про это и говорю что в третьем томе у нас это есть я вам скину материал изучение пособия по изучению евангелия от марка я просто материал от я вам скину и они у вас будут здесь третьего тома у вас нету только 2 4 вы портоне спросили и прямо по нему у нас занятия будут идти этих людей кто может если мог откройте говорится дверь до сердца чтобы они могли к вам прийти может быть они узнают вы скидете и мы они могут из дому по скайпу два раза в неделю это идет у нас противосектантская в среду до 3 раза среда пятница и воскресенье в одно время это помогу по вашему там в два часа дня среда пятница воскресенье вот так у нас тут еще шли занятия четверка воскресенье с францией но там сейчас его понуждает изучать язык и он горит некогда второе уже день мы как и перевели все на свое а вот позже на два часа начинал наш человек там женился и уехал видел еще хотел еще хотел бы спросить вот почему толкование блаженного филакта считается самым лучшим то есть и сергей парализованный об этом говорит я вроде бы если не ошибаюсь от вас тоже это слышал потому что они свое толкует и чтобы вот так систематически весь новый завет кроме откровения откровения он не трогал а вот из двадцати семи книг 26 он брал из святых отцов главное делал что упорно что это и створение святого яна златоуста вот отсюда ясно дело раз оттуда он брал брал других святых отцов иногда на григория богослова он ссылается но в меньшей степени он потом стал архиепископом в болгарии грек и чтобы так систематически ничто не было утеряно а то мне пишут сейчас пятый том я выставляю в интернете златоуст я насчитывал 12 томов жития там и а где сто восемнадцатый псалом нету его он утерян это пятый том я на златоуста творения он утерян был и поэтому еще мы не можем сказать их нету так что лучше потому что тут все собрано не очень так пространно как златоуст он берет один стих и шесть проповедей полных по полчаса это здесь он взял самое главное чтоб каждое слово было объяснено если настоящие они верующие ищущие бога баптисты то и больше искать не надо скажи вы уже нашли вам теперь только нужно обязательно чтобы было вас бумага как ручка и все записывали как конспекты но здесь надо полностью каждое место писания которое называется с ними легко разговаривать они библию имеет в руках с православной труднее как со старообрядцем библии нету и он не понимает это абсолютный авторитет это бог сказал дух святой потому что писали святые божьи человеки будучи движим и духом святым вы многое должны заучивать наизусть указы где глава где стих много надо просто знать наизусть и поэтому это очень сильно развивает память кроме того делает тебя крепким в вере а раз ты любишь слово божие тебя господь более возлюбит любите меня соблюдите мои заповеди а где они идут а как считаешь христос спрашивал как считаешь а к православным сыр как считаешь а я ничего не считаю вера от слышания не от не глазами что пришел на свечи посмотрел не то что просто русел от слышания ушами а слышание от слова божия не что бабушка скажет не то что в газете там и пархиально напечатают это 1017 послание к римлянам именно 1017 просто возьмите себе как эпиграф вера от слышания слышание от слова божия вот как узнали теперь когда будете читать матфея 22 29 заблуждаетесь не знаю писание не силы божии она короткое такое нету поэтому заблуждайтесь не знаю писание его надо знать писание то что я вот много времени потратил на изучение библии по святым отцам я никогда и почувствовал что я что-то потерял это никаких семинарий академии не хватит когда ты сам будешь заниматься потолкованием святых отцов у вас сейчас такое богатство которое может на всю вашу область ни у кого нету у нас книги не склеены все сшиты как его береги и заверните ее чтобы нервности не стерять то бывает там бумагой чистой и не стереть обложку так делать она краска все время бывает и здесь соски это тоже не зависит температура меньше бывает некоторые стирается так еще что когда я заканчивал читать и ну с евангелем хотела бы спросить вот как раз откровение почему не было открыт ну то есть почему не было так толкование на откровение было но вот она собрана у нас все теперь есть у нас в третьем томе то 430 страниц на откровение такого полного толкования откровения не было никогда это отец геннадий пас он сейчас доктор богословия московской патриархии немец минонит он собрал и всех святых отцов это огромная работа проделана была и на основании этого ну как костяк это андрея кисарик аппадокийский архиепископ у вас третьем томе полное толкование по всем святым отцам прочитаете там по оглавлению гляньте 3 том 1 том начиная с матфея по порядку идет все они одинаково 752 страницы еще хотел бы спросить вот вот знаю вашу биографию может быть не идеально но просматриваю многие видеоролики и смотря ролик автобиографию вашу хотел бы еще спросить то есть выгнете техно и сделать очень многое то есть очень много сделали и наверно каждый христианин он в принципе должен стремиться к такому уровню а вот как найти время то есть как идеально все идеально все сделать идеально все распланировать чтобы достичь ну хотя бы чуть-чуть приблизиться к вашему вы посты православное соблюдаете а почему у меня болезнь какая а кто вам разрешил ради болезни нарушать пост пост как раз и выравнивает здоровье все если вам нельзя не причащаться ничего на два года отлучается вот понимаете 69 апостольское правило и поэтому никак не нельзя сказали курочку надо там бульон ивану я на хронштадт скому то он матери написала мать сказала не вздумай и он все это описал как это делать нельзя вот я был в армии в тюрьме в лагере и никогда старался пост не нарушать это мы православная ночь какой-то православный то это нет это фальшь как есть такое выражение без дураков я православный все что там есть это моё свечка мне никак не помешает ну что она свеча горит маленько теплее будет тем более у нас чисто восковые свечи аромат такой как на пасеке пост должен быть строго соблюдаем купить календарь и посмотреть в какие дни церкви там пост обязательно указывается никак крестик то носите конечно вот так опасно обязательно постому молитвы изгоняется нечистая сила тем более старайтесь молодой человек себя сохранять вы эти весной и дети где а зачем я хотел нет понимаете как а вот кассири гастрит есть перейдите эти деньги которые тратите на мясное на другое хорошие овощи у человека желудок приспособлен не к плотоедению а к тому что вот святые ели хлеб и вода монашеская еда такие же люди были и кроме того сон во сколько встаете а вот поставьте за правило никогда позже 4 40 не вставать это не не ложи уже не позже вставать 440 а ложится уже во сколько вы поможете помаленьку укорачивать вот мне господь дал эту силу у меня уходило два с половиной часа на сутки два с половиной часа никогда не ложитесь днем никогда вот у вас не получится вот сейчас то проспали то есть замок вы никогда не считай болезни в себе не считайте никакого гастрита у вас нету брось это не болезнь у людей желудок вырезан вон лежит сергей парализованный а я буду думать у меня какой-то гастрит да что это за болезнь такая ради немощи твоего желудка в павел разрешил даже вино там сколько там грамм 10 выпить вот это было берегите себя мясо исключите не говоря уж про свинину это вообще в дом заносить не надо и потому что греха потому что нам не полезно это вот один раз услышали и и лукавки нет и все я не ем я больше 50 лет мясо в рот не беру у нас от ребята которые рядом это и не потому что запрет нет это бог разрешил а это не полезно это дорого и мы здоровы откуда сила от бога не на мясе сила я рассказываю когда отработал я все время на физической работе там землю долбить там было там кирпичи таскать и отдельно когда было у меня выработка до трех процентов до трехсот процентов было первое место в тресте я перекуров не знал никогда таблетки ни одной не съел а что там и сердце и желудок у меня болел кажется бог все выправил тем более никакого лекарства не принимай никогда повреждения какие надейся на бога ослабь немного на этом месте рука там вывихнуты но правое больше захвати дальше будет только хуже с каждым днем вот вы услышали а вам охота поесть я опять спрошу вас и вам уже будет нежелание со мной встретиться я знаю этот как сатана делает вы послушайте я вам говорю я вам желаю блага я вам ничего не навязываю бремена не связываю неудобно симы а сами не хотите пальцем двинуть я я несу это и не считаю за бремя считаю что моя церковь православная любящая мать и она мне худого не заповедала посты молитвы вот у вас есть такое оружие вот да есть вот 100 100 что было 100 ровно 100 и не меньше если вы имеете возможность 7 раз в день три святое вот ролик тут я поставил только на днях четки и вот посмотрите прям рядом с самого начала щетки и лесовка еще что 7 7 раз в день я попытался это сделать то есть первые первое время у меня получалось с каждым разом на лукавый с каждым разом время как будто уменьшалась то есть сначала я пару дней дел 7 молитв в день где-то у меня выходило минут 10 наверно потом 5 а сейчас уже я не 7 раз и не 5 даже а только 2 раз у меня получается то есть это и серьезное испытание веры мне кажется и одно вы говорите давайте вот так вы знаете ну просто понимаете что дальше будет еще труднее я перед богом моему любящему богу возношу молитву фимиам и поэтому как только свобода никого нет на не место там где можно у нас одна комната никуда не спрячешься другая кухня все ничего тут нету хоть сколько человек и везде никогда не бойтесь перекрестите сели в трамвае в автобус там перекрестился как следует руку доносить чтобы ровно у тебя было так это обряд обряд это малая в малом вере над большим поставить бороду там никогда не бритва чтобы не касалась даже и она не нужна в доме бритва выйти и это увидишь да да в одном другом как-то сам себе позволяешь какую-то льготу попозже встать мы всегда встаем в одно время а я поздно лег это не имеет значения ты знал что вставать и днем не ложится а завтра ты ляжешь пораньше да еще выгодой чтобы ночью встать на молитву если время позволяет это не игрушка почему на стадионе видели как люди тренируются как они бегут особенно олимпийские чемпионы как прыгают и павел говорит мы на ресталище многие бегут но один получает награду и так бегите чтоб получить бегите а я не могу на счет дистанции сошел ты же не скажешь что я на фронте пойду у меня гастрит да кто тебя спрашивать будет всяких всех собирает и не не было не так и много предателей то было то это господь зовет нас на подвиг как прекрасно ноги благовествующих мир вот мы вместе молились чтоб книги дошли они дошли теряется многое представьте такое сокровище имеете теперь раз только открыл и и все а ведь им это пришло все это набирать на ба набирать потом издавать и какие деньги это никак не вернешь я 50 лет только материал копил 50 лет я собирала теперь ответить не приглядываясь ни к кому не угождая никакой власти эти книги написано в пророческом духе как бог сказал я не себе никому не угождал и поэтому вы не просто смотрите на книги что это дал бог я их своими не считаю вот я потом вам скину у меня стихи если любите одним файлом три тысячи четыреста шестьдесят стихотворений это мяч и четыре тома по 800 страниц 4 тома при том все по 9 куплетов 36 строчек все с эпиграфом и священного писания три тысячи четыреста шестьдесят семь эпиграфов такого не было никогда не в литературе нигде почему любовь нету этого нигде бывает один эпиграф взяты там в воскресенье льва толстого или у достоевского к идиоту и всего братьям карамазовым а это к стихотворениям которых тысячи и что ничего нет это господь сделал хвалящийся хвались господом он позволил это все в девять лет было уложено в девять лет издание книг написание и прочее и денег никаких нету беднее меня не знаю только как говорится крыса церковная беднее меня и и сдать пришлось на миллионы это не тем более из того что и сдал я и примерно 70 процентов уже отдано было бесплатно 600 с лишним городов проехали мы миссионерской поездки и везде дарил книги по 38 книг и все у нас есть очень люди не будут верить меня вопрос так не может стоять бог повелел я иду я сказала он не принял я не причем от нас зависит говорить а уверовать или не уверовать родиться свыше или нет от бога родились просить надо духовное рождение рожденный свыше он не торгуется он сразу думает что на другой вперед меня вырвался ты будь лучший будь примером город на вершине горы павел говорит подражайте мне как я христу а что вы скажете подражай мне все развалилось а поста не соблюдая сплютам до семи кто же так делает я христианин православный там баптисты могут горят рот коры там спит нам бог дал счастье быть православными как оно было посмотри как постились павел при простые антони великий макари а посте и у меня книги есть я симфонии на жития составил там на все я могу потом скинуть вам скинуть но вам надо в ворде потому что это пейджмейкерская программа у вас ее нету вам не открыть поэтому я буду скидывать в ворде вас все будет в руках так вы поздновато пришли то надо было раньше на часок вот так так все пока еще хотел бы спросить последний вопрос хотел бы вот я в ваших видеороликах видел что вы сказали что языки это все ну когда вы изучали активно иностранные языки потом вы говорите что все это лишнее на почему если вот примеру если учить английский язык и потом переводить ваши видеоролики будет ли это против воли бога нет вы не будете переводить это должен быть американец или англичанин переводить он абсолютно точно должен я знаю что такое языки и как трудно дается вот почему потому что это отнимает очень много времени я занимался библией сравнивал ее с русским языком немецком английском и беру на разных языках и находил немножко разночтение но которое только расширяет но не устраняет написанное я вот что сказал это много занимаются я занимался испанским там французским греческим я понял мне не надо я туда не поеду я поехал в америку от пригласили девяносто втором году в течение одной недели почти все восстановил и с полицейскими беседовал по телефону по английски не надо мне это не надо теперь уже у меня все есть и бог дал опыт иметь я его стараюсь передать но все даром большое спасибо говорит а спаси христос спаси христос по славу божию богом опять